День высоких скоростей Почему, зачем и для кого все-таки существует этот день? День высоких скоростей это прежде всего история. Мы приближаемся к этой дате. 17 декабря 2009 года было запущено первое в России высокоскоростное движение поездов САПСА между Москвой и Петербургом. И этот путь, который 12 лет мы прошли, это путь развития. Развития и в объеме перевозок, и в качестве услуг. К слову сказать, если вспомнить первый год эксплуатации, это 1,8 млн перевезенных пассажиров за год. Сегодня мы перевозим почти 6 млн. Востребованность на рынке этого сегмента скоростных, комфортных, быстрых, безопасных перевозок есть. И компания отвечает на эту востребованность, запускает дополнительные поезда. Наверняка вы знаете, что в 2019 году было принято решение, подписан контракт с компанией 70 на приобретение дополнительной партии поездов САПСА в количестве 13 единиц. И перспектива, если говорить о статусе текущего дня, это почти 6 млн. и 15,5 пар поездов. То перспектива это 18 пар поездов в сутки, это 2023 год, когда поезда будут полностью поставлены. И соответствующий прирост объема перевозок. Мы предполагаем 8-9 млн. сможем перевозить уже с учетом новой партии. Точно так же обновляются и услуги. Если говорить о сегодняшнем дне, всего САПСАНами перевезено 47,5 млн. Конечно, пандемия оказала серьезное воздействие на весь рынок псорожеских перевозок в России. И САПСАН не исключение. Говоря о тенденциях 2021 года, мы вышли на траекторию восстановления объема перевозок уровня 2019 года. Сегодня мы отстаем от уровня 2019 года всего лишь на 7%. 50% рост к уровню 2020 года, минус 7% к уровню 2019 года. Это тенденция, которая позволяет нам говорить, что в 2022 году мы с большой долей вероятности выйдем на допандемийный уровень. Так вот, о развитии. Говоря о развитии, о приобретении дополнительной партии поездов. 18 пар поездов нас ожидает. В графике движения поездов уже нитки проложены в 2023 году. Увеличение объема перевозок. И все это позволяет вот такую связность двух столиц создавать. Между Москвой и Петербургом минимальное время в пути 3 часа 30 минут. Удобство в том, что поезда отправляются из центра города. Вот эти преимущества позволяют нам увеличивать наше рыночное положение, нашу рыночную долю на рынке перевозок между Москвой и Петербургом. Теперь говоря о дне высоких скоростей. Так вот, эта история, прежде всего, для железнодорожников, для скоростников, те, кто принимали участие в этом проекте, это было яркое событие в жизни. И мы эту историю храним. И каждый год отмечаем. Для нас это такая четная дата, так же, как и день железнодорожника. Мы подводим итоги, а что произошло за период прошедший, какие новинки, какое изменение этот проект приобрел. В текущий год не исключение. Говоря о объеме перевозок, я перечислил цифры. А говоря о качестве, хочу сказать, что в дирекции действует стратегия постоянных улучшений. Как улучшаясь? Можно конкретно вот три примера прямо обозначить? Было бы понятно и пассажиру, который нас послушает, который, может быть, не пользовался или пользует, но не видит этой разницы. Просто потому, что он пришел, например, в 2019 году на этот поезд, да, в первый раз, ему сравнивать не с чем. Ежегодно мы вводим, добавляем и обновляем те или иные услуги. Примеры. В текущем году мы запустили, ввели, вернее, ряд услуг, позволяющих повышать уровень удовлетворенности. Это заказ цветов к поезду, это заказ услуги носильщика, это индивидуальное сопровождение по вокзалу. Эти услуги доступны в информационно-развлекательной системе, то есть на борту поезда человек через свое мобильное устройство может заказать и выбрать ту или иную услугу. С 17 декабря на одном из поездов стартует тестовая услуга оплаты по биометрическим данным в баре «Бестро» приобретение, покупок напитков и блюд. Что это дает? Это скорость проведения транзакции и скидка. То есть товары при приобретении по биометрическим данным будут стоить дешевле. Вот это примеры обновлений. И на всем пути за 12-летнюю историю САПСАН проходил изменения. Еще очень важно сказать, что не только услуги обновляются, но и сам поезд. В 2019 году мы запустили в год десятилетия проекта мы запустили масштабное обновление интерьеров поездов. Уже 4 поезда обновлено, 5-й поезд выйдет в начале следующего года. Какие особенности? Заменоно-польное покрытие, обновлены кресла, изменена цветовая гамма, заменены на светонепроницаемые шторы, оконные шторы, изменено освещение, заменены кресла в бизнес-классе на более удобные. Появился еще один класс обслуживания, это купе-сьют. Улучшен семейный класс, он выделен в отдельную зону, установлены игровые устройства, мультимедийные устройства для развлечений наших маленьких пассажиров, маленьких гостей. Это небольшой перечень, и этот перечень транслируется дальше в новые поезда, в новую партию поставок. А в новых поездах отличительной особенностью является наличие купе с местами для лежания, то есть это уже полноценные спальные места, где установлены диваны и трансформеры. Это уже иное качество обслуживания, иной вид перевозок. Все то, о чем вы сказали, мне хочется понять. В рамках той клиентоориентированности, которая сегодня не раз была прозрачена в разных документах, более того, Олег Валентинович Белозеров не раз говорил, что пассажиры для нас сегодня это главное. И там год пассажира, и все возможные другие функции. Скажите, пожалуйста, когда вы говорите об этих улучшениях? Я просто сразу вспомнила сейчас дискуссию по поводу цветовой гаммы, но тут уже на вкус и цвет. Тут, как говорится, вопроса нет. От кого вы отталкиваетесь? Ведь сегодня мы живем в мире, когда человек в силу развития социальных сетей. Вот я помню, по-моему, это был 2017, когда предлагалось выбрать кресло. То есть тебе два модуля дается, ты мог прийти на вокзал, попробовать присесть. Мы в рамках транспортной недели видим капсульный вагон, например. То есть я хочу понимать, это все-таки от пассажира или, есть еще вид другой, вы провели анализ зарубежных поездов и поняли, что да, это тоже возможно. Почему у нас там это не использовать? От кого вы отталкиваете, предлагая ту или иную услугу? Неважно, там, это оплата в бестро, либо это вот места какие-то лучшие? Два пути. Конечно, бенчмаркинг. Конечно, оценка работы других железнодорожных перевозочных компаний в скоростном, высокоскоростном сегменте. А второе, это потребности клиента. Вот если говорить о проекте модернизации, как мы к этому подошли? Ну, мы, во-первых, в поезде собираем обратную связь и обратную связь по другим каналам получаем, стали анализировать и увидели, что розетки, освещение, значит, дополнительные зоны, вот там примеры потребностей, которые есть у наших клиентов-пассажиров. Но мы не стали делать фрагментарные изменения. Мы сделали системное изменение полностью внутреннего интерьера, заменив каждую деталь, например, и продумав каждую деталь. Например, в тамбурах появились специальные места для того, чтобы можно было человеку облокотиться. Как мы это увидели? Люди выходят в тамбров разговаривать по телефону. Вот такие кушеточки, на которых можно присесть и облокотиться, поговорить, сделаны специально для удобства тех, кто по какой-то причине выходит из вагона поговорить по телефону. Розетки, USB-разъемы, подставки для мобильных устройств. Это тоже все ответ на потребности клиента. Конечно, мы оцениваем рынок, мы видим, как развиваются другие железнодорожные компании, какие улучшения они создают. Но я с большой долей уверенности могу сказать, что лучше, чем наших поездов, в мире, пожалуй, аналогов нет. Лучше с точки зрения внутренней начинки или технического оснащения, или вообще в целом? С точки зрения комфорта, чистоты, качества услуг, обилия услуг, изменений, которые в поезде происходят. Я хочу сказать, что для РЖД это повод для гордости. Мы действительно превосходим зарубежные аналоги по этим показателям. Спасибо большое вам за это интервью. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова